Привет, друзья! Давайте рассмотрим пример использования прекрасного ресурса, которым я раньше не знал, под названием Overpass Turbo. Он напрямую помогает нам обращаться к базе данных OpenStreetMap и получать именно то, что нужно без загрузки всех остальных слоев, всех остальных объектов. Для того, чтобы сначала начать, нам надо понять, что мы хотим искать. Я руководствую сейчас задачей одного из студентов, который попросил меня, допустим, спросил, как достать данные по всей России, по университетам или институтам. Для этого я на сайте OpenStreetMap с помощью вот такого инструмента обычно могу выделить какой-то нужный мне объект, увидеть, как он подсвечивается и, соответственно, кликну сюда. Это тоже относится к Московскому архитектурному институту, просто в данном случае я же не называл это, потому что есть главное здание, уже так названное. Просто отнес это здание к типу университи. То есть, билдинг равно университи, и это как раз есть основа для нашего запроса. Подробнее об этом нужно читать, изучать структуру данных OpenStreetMap, чтобы более эффективно использовать запросы. Ну, а теперь перейдем обратно к сайту Overpass Turbo. Что здесь нам нужно? Нам нужно в первую очередь выставить при запросе другое количество времени, потому что это слишком мало, иначе он очень быстро, в случае больших запросов, отказывается работать. Далее мы здесь увидим структуру нашего запроса, и сейчас создадим, так скажем, базовый запрос на основе помощника. Нажимаем на помощник, и здесь пишем Building. Это наш параметр. Равно University. И дальше самое необходимое указать, где искать. Если просто это напишем, значит он нам попробует дать все университеты по миру. Это будет очень долго, и скорее всего не получится. Вот. И второе это, ну, ограничение это с помощью некого рамочки, некой рамочки, которая вот здесь вот есть. B-Box, Bounding Box. Либо мы можем написать ограничение по месту расположения, то есть In Russia. Это именно устойчивый фильтр пространственный In, то есть In Moscow, In Russia, то есть на английском языке называем нужное нам место, и обычно это имя должно совпадать с полигоном границ этого места. Вот. И пишем составить запрос. Он нам генерирует вот такой код, который мы просто меняем. Здесь 900, 25 на 900. Дальше можно было бы еще задать какие-то здесь фильтры, но мы это не будем делать. И надо понимать, что вот это Node, это точки, Way, это линии, и Relation, это полигоны. То есть, соответственно, если какой-то из этих объектов мы уберем, то ответа по нему не будет. Вот. Здесь же можно дописать некие условия. И дальше просто-напросто нажимаем Start. Некоторое время нужно будет подождать, пока OpenStreetMap ответит на запрос. Вот. Уже к нам пришел некий ответ. Говорит, что очень много данных, но можно все равно продолжить. И сейчас мы увидим вот эти все университеты. В основном, я думаю, даже мы можем посмотреть здесь, какие есть здесь объекты. В принципе, здесь видно точек 21000, линии 2,200 и отношение к полигонам 154. Как-то странновато. Но это в любом случае надо будет сейчас проверять в GeoGISON. То есть, ответ мы получили. Мы видим вот эти вот многочисленные элементы. Вот тут вот. Это, как мы понимаем, скорее всего, некие здания. Вот. Они подсвечены. И теперь мы можем это экспортировать. Экспортировать в GeoGISON. То есть, тут нажимаем Export и выбираем GeoGISON. Мне он как бы более понятен. Значит, сейчас... Так. Сохраняется, да, чуть подумал. Напишем здесь universities. Хорошо. Или давайте вот правильнее вот так будет. И дальше откроем в GeoGISON и посмотрим, что это такое. Насколько эти данные нормальные. Так. GeoGIS. GeoGIS. И в принципе... В принципе, все. Так, что у нас дальше? Дальше... Открываем GeoGISON. Открываем GeoGISON. Меняем систему координат на... Вот эту. 3857. Можем здесь ее написать. Нажимаем ОК. И загружаем наш векторный слой. Вот он. И нажимаем открыть. Открываем. И приходит сюда три типа... Придет три типа объектов. Нажимаем Select All. Но в принципе, я уже проверил, что из них... Значит, точки почти ничего интересного не содержат. Их можно как бы отбросить. Так мало. Это просто какие-то небольшие объекты. Хотя, конечно, стоит это проверить. В линиях вообще ничего интересного нет. Сразу удаляем. И все остальное остается в... ZoomToLayer. В объектах. Вот они. В полигонах. Их тут куча. Из них можно сразу же экспортировать в разделе Vector. Geometry Tools. Polygon Centroids. И output shapefile. Ну, какой-нибудь назовем сейчас. Просто это временный сделаем. Хорошо. University. И вот так он делает. Hop. Close. Все. Готово. Вот они уже сюда пришли. Можно даже их с помощью какой-нибудь теплокарты показать. Style. Hitmap. Какой-нибудь такой. Или даже такой. Зайдем в Edit. Начнем его с Transparent. Вот они все здесь. А вниз можем кинуть, соответственно, карту OpenStreetMap. Ну, понятно. На Москве тут куча всего. Вот. Вот, собственно, и все. И дальше советую вам просто в самом слое точечном допустим убрать ненужные поля. Просто их удалить. Поставить на редактирование и потом удалить ненужные поля. Что их тут слишком много. Они пустые. Вот. А сами объекты вот они присутствуют тут и с теми же атрибутами. Все. Как-то так. Значит, упомяну изначальный источник. Во-первых, стоит изучить вот эту справку. Здесь это все более-менее расписано. Как создавать запрос. Какие вот возможные вот эти параметры. Location filters. Это важно. Разные варианты. Что должно быть равно, не равно. Все ли объекты брать. Вот это тоже очень важный тип. Варианты допустим building равно звездочка. Это значит будут все объекты, которые относятся к типу building. Вот. Соответственно, так же следует просто изучать вот эту структуру данных VSM и разбираться с ней. окно устроено. Все. Спасибо за внимание.